Всем привет! В то время, когда многие глупые, несчастные разработчики занимаются ерундой, пишут патчи для ядра, пишут графические оболочки, пишут драйвера и занимаются много чем ненужным, на дистровоч или дистровоч логопеды и спрайт родился очередной дистрибутив. Встречайте, FatDog64, в переводе толстая или же жирная собака. Дистрибутив на самом деле очень актуален, очень неповторим и является, наверное, величием, венцом достижения GNU Linux. Дело в том, что разработчики уверяют, что появление 100001 дистрибутива или, может, 200001 обосновано по причине того, что дистрибутив умеет очень много уникальных функций, которых, в принципе, в другом дистрибутиве нет. Ну, например, возможность скачивать изображения из интернета, входить и выходить из интернета, рисовать рожу своего врага в редакторе, удалять и копировать файлы. Это только часть функций. Многие будут заблуждаться, что это обычный папи Linux, но они не правы, понимаете? Дело в том, что создатели папи Linux, они настолько ужасные люди, что они изобрели машину времени, слетали в 2017 год, украли все идеи и воплотили их примерно в первой половине нулевых годов. Вот такие скоты вообще, невероятные скоты. Поэтому вы не думаете, что здесь весь функционал очень сильно напоминает папи Linux года эдак 2004. Это не значит, что данный дистрибутив отстает. Он даже просто обгоняет время на 10 лет вперед. Просто до слез, хочется плакать, это ужасно. Многие люди, очень плохие, говорят, что вот эти люди, которые создают похожие дистрибутивы подобные, они сукины дети, идиоты, гребаные мудаки и вообще переехать их яйца трактором. Цитирую. Дело в том, что очень глупые и ненормальные люди считают, что если бы всех этих мудаков, которые плодят очередной дебильный отмороженный дистрибутив, собрать в кучу и заставить что-нибудь вместе написать, от этого был бы толк. Но я же так не считаю, это же глупо. Пойти против данного проекта, это то же самое, что пойти против коня преподавателя польского языка. Вы же знаете, что ненависть к лошадям карается законом. Вот вы понимаете, гения каждый может обидеть. А вы знаете, что они сделали? С чего они вообще добились? Они сюда смогли засунуть поддержку просмотра YouTube с коробки. С коробки! Карл! А оформление-то какое? Оформление просто персик, это просто, вы посмотрите на само рельеф обоины. Это просто шедевр. Куда там всяким айвом там браться-то, а? Люди. Да шоб я умел так рисовать, ко мне бы подходили бы люди, спрашивали, точнее говорили бы, шоб я так жил, как я, типово. А самая главная инновация, дистрибутив можно записывать на CD-диск. 700 мегабайтовый, можете себе это представить? Да и вообще, позажрались, ёколы мэны, раньше у людей и мышки не было, купили потом мультикарты, привыкли. Так, раньше на клавиатурке понапечатываешь, понапечатываешь и хорошо на душе. А знаете, что самое обидное? Найдется какой-нибудь хрен скажет, вот, название дистрибутива написал, про дистрибутив ничего не рассказал. Вот такая вот боль, печаль. Ну что ж, на этом все, всем пока, спасибо за внимание, ждите нового обзора шедевра.